Партнер проекта компания Пермрезинотехника. Мы знаем все о резинотехнической и асбестотехнической продукции. Вкладываю в государственные корпорации. Но сейчас наиболее выгодно, на мой взгляд, вкладывать в недвижимость. Потому что недвижимость всегда в цене. Даже в те кризисные времена, в которых мы живем. Самый лучший способ сохранить свои финансовые средства – это банк. Как-то это надежнее, чем дома, например. Я советую всем своим друзьям. И мои друзья этим же пользуются. Я сама, конечно же, пользуюсь только банковскими услугами. Ну, все равно процент какой-то есть от накупленной суммы. Я думаю, это всегда в плюс. Это выгоднее каждому человеку. Экономить, жить по средствам, как говорится. Не идти в первый, попавшийся, покупать что-то. Соответственно, пройти, сделать выбор. Какой-то, то есть, как бы, как сказать, анализ сделать ценовой. И покупать там, где дешевле. Акции. Акции. Это пассивный доход. Ну, то есть, по сути, человек просто получает деньги за счет дивидендов. Он может не принимать никакого участия в компании. Ему достаточно там раз в месяц проверять свой банковский счет, чтобы ему деньги упали, и все здорово, классно. Вот он за счет этого приумножает свои деньги. Потом на дивиденды он может в свою очередь снова докупить акции, так до бесконечности. Конторы есть. Они ваши деньги берут в оборот, крутят их. Ну, это какие-то финансовые, валютные операции совершают, микрооперации. Там можно процентов 20, может быть, теперь иметь в год. Игра на бирже. Зарабатывать на спреде. Вот и все. То есть, разница в курсе валют. А если отслеживать что-то, то довольно-таки быстро можно все сделать. Если нет, то можно долго и упорно смотреть в монитор, и никакого эффекта не будет. Даже вкладывать в развитие детей, в обучение, это очень надежный способ. А почему? Объясните. Ну, дети – наше будущее. То есть, развивая их, мы развиваем общество, и сами развиваемся вместе с ними. Выжить деньги либо в недвижимость, либо в автомобиль. Автомобиль японских брендов никогда не падает в цене. Ну, намного не падает. В отличие от других заграничных. Самая, наверное, выгодная инвестиция такая есть в себя. Какие-то получения новых знаний, нового опыта. Сейчас вообще зачастую сталкиваюсь с тем, что люди получают какое-то образование, а потом, получая диплом, они понимают, что не хотят этим заниматься, инвестируют какое-то, проходят новое обучение и занимаются потом этой профессией. Вот. Тем самым такой рост и финансовый, и какой-то интеллектуальный. Ну, просто месяц поработать, я не знаю, пять через два или шесть через один с графиками, все. Что? И на какие-то вклады или что-то еще? Ну, только бизнесом заниматься, вкладывать в бизнес, мне кажется. Вклады – это слишком маленький процент, неэффективно, мне кажется. Инфляция, все эти деньги быстрее съест, чем они у вас прибавятся. Ну, а бизнес, если хорошо работать, то он будет приносить хороший доход. С нашей сегодняшней ситуацией, с нестабильной, деньги надо тратить, и жизнь в сегодняшнем дне. Лучше маме все отдать, потому что мама сохранит тебе эти деньги и никуда не потратит.